Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Очередная ссора Лилии Читрару и Сергея Захарьяша закончилась дракой. Сергей едва не прибил девушку. На глазах испуганной Донцовой старшей Захарьяш со всей силы ударил её по голове. Жуткая драка произошла на острове любви. Подрались Алексей Чайчиц и Роман Милана. Свидетелем драки стала Лиза Триантофелиди. Она хоть и хотела разнять гебоширов, но не рискнула всерьёз ввязаться в драку. Это была очень безобразная потасовка, которая могла закончиться плачевно. Ольга Рапунцель рассказала, во сколько им с Димой Дмитренко обошлась поездка в Дубай. Мы не экономили, рассказывает она. Поездка на неделю обошлась в 400 тысяч. Несмотря на то, что у нас общий бюджет, перелёт, гостиницу и походы в ресторан оплачивал Дима. Я покупала себе что-то по мелочи. Новенькая Ирина Казмина призналась в симпатии к Андрею Черкасову. Она с нетерпением ждала его приезда на остров. И это несмотря на то, что у неё и так хватает ухажёров среди участников. Ирина нравится сразу двум парням, Алексею Марченко и Филу Кострубову. Мария Кахно ложится на очередную пластическую операцию. Она хочет улучшить форму носа и просит совета у подписчиков. Как думаете, приподнять кончик носа или оставить как есть? Результат ринопластики показала Саша Гозиас. Отёк, конечно, ещё есть, пишет она, но нос по мне идеален. Вику Боню обвинили в воровстве. Она вынесла из магазина две пары колготок. Боня была задержана охраной и провела несколько часов в отделении полиции Монако. По словам Бонни, она просто машинально положила колготки в сумку, когда зазвонил телефон. Боня удивляется, почему российские подписчики пишут так много негативных комментариев в её микроблоге. Почему же я так режу всем глаз и слух? Я никого не обижала, никому зла не желала и не делала. Иностранцы же всегда пишут комментарии со знаком плюс. Наши же в основном только фукают. Рустам Солнцев пробует свои силы в шоу «Голос». Он опубликовал фото с кастинга. Недавно сеть взбудоражили слухи об измене Артёмовой. Ей приписывали роман с Ильёй Саглиани. Евгений Кузин прокомментировал эти слухи. У нас с Сашей всё хорошо. Мы готовимся к свадьбе и любим друг друга. С Ильёй я знаком, но не дружу. Их общение с Сашей никак не влияет на наши отношения. Женя Феофилактова опубликовала фото с сыном. Она рассказала, что Антон Гузев не видел своего сына уже полтора месяца. А все фото с ребёнком, которые он публикует у себя в микроблоге, Антон берёт из архива. Они сделаны гораздо раньше. Вика Романец похвасталась очередным приобретением. Она обзавелась котёнком. Поклонники проекта ещё помнят, как она относилась к собачке Монике. И надеются, что она взяла животное на прокат. К Андрею Чуеву приехала в гости дочка Лиза. Они отправились навестить прабабушку в реабилитационный центр. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.